Неконтролируемая миграция остается главной темой предвыборных дебатов в Венгрии. За три недели до голосования по новому составу Европарламента крайне правые продолжают играть на страхах населения. На днях Белый дом подтвердил встречу тет-а-тет между Виктором Орбаном и Дональдом Трампом. Она состоится 13 мая. Премьер-министр Венгрии не перестает выражать свое восхищение 45-м президентом США, особенно его политикой в области сдерживания нелегальной миграции. В Ашотхалуме, населенном пункте на границе с Сербией, о миграционном кризисе знают не понаслышке. Партии в Европе разделяются на промиграционные и антимиграционные. Это их основное определение. И таково их главное послание в этой предвыборной кампании. И хотя при ближайшем рассмотрении между ними есть различия, как, например, между моей партией «Наша Родина» и правящей Фидес, в одном мы согласны миграцию необходимо остановить. В сентябре прошлого года Виктор Орбан назвал Трампа иконой для всех сторонников национального суверенитета. По итогам майских выборов крайне правые, которых помимо Орбана представляют Матео Сальвини, Марин Люпен, Геерд Вилдерс и которых консультирует в прошлом главный советник Трампа Стивен Беннон, надеются создать мощную фракцию. Самый значительный политический успех Виктора Орбана – это то, что он смог привязать свою антидемократическую политику к миграции. Похоже, он искренне предполагает, что он обязан прибегать к нелиберальным мерам и ослаблять противовесы власти его правительства, потому что в противном случае миграция хлынет в Венгрию, тогда как на самом деле никакой связи нет. По данным соцопросов на сегодня, в ряде европейских стран лидируют противники миграции, а именно в Италии и Великобритании.